Хорошей новостью для любителей пройтись через старый парк «Лесная прогулка» стала его реконструкция. Ведь начиная с первых осенних дождей и до лета тропинки, расположенные в низине, стояли в воде. Сегодня очертания будущего комфортного места для отдыха уже угадываются. Поднят грунт и сделана заливка фундамента под дорожки. Все это стало возможным благодаря участию района в федеральной программе «Доступная среда». Вариантов благоустройства этой зоны предлагалось много, в основном коммерческие. Но изучив общественное мнение, глава района Роман Сенеговский принял решение зеленую зону оставить зеленой и сделать ее максимально комфортной. Ливнеотведение было основной проблемой, которая не давала этой территории быть востребованной. После того, как с этим вопросом и вопросом подсыпки грунта своими силами справилась городская администрация, на этом месте стало возможным начало реализации крупного проекта по созданию парка «Молодежный». Об особенностях проекта мы поговорили с главным архитектором района Алексеем Андрусенко. В этом году заработала программа «Комфортная городская среда». Наш район в числе 22 районов края попал в эту программу. Были выделены определенные средства, которые по условиям программы распределяются следующим образом. То есть 70% выделенных средств идет на ремонт дворов, квартирных домов, а 30% на общественное пространство. То есть парки, скверы, улицы, бульвары, набережные. Так как у нас был практически готов уже проект сквера, молодежный, будущий, так называемый, то 8 миллионов 600 тысяч, которые именно на общественную территорию пошли, мы с Метой определили эту территорию. Почему название «Молодежный»? Главой было дано поручение изучить территорию, потребность в данной территории. Управление молодежи изъявило желание, что у молодежи негде собираться. В связи с этим по техзаданию управления молодежи было предусмотрено размещение в проекте амфитеатра для проведения молодежных мероприятий. Сам же сквер будет первым специализированным под потребности молодежи. Аналогов ему в районе еще нет. Здесь предусмотрена зона кроссбокинга. Это место, где молодежь может обмениваться книгами. Продумали и выставочную зону, зону настольных игр. Приятным дополнением станет наличие в сквере точки доступа Wi-Fi. Новый сквер предполагает пейзажную планировку с мягкими изгибами дорожек, которые, к слову, расположены, учитывая сложившееся направление пешеходного потока, направлены по кратчайшему пути и изолированы от площадок отдыха. Комфортнее станет и передвигаться по улице Красной в районе парка. Прежде тротуарная плитка на площади продолжалась старым асфальтом. Теперь же и этот участок до улицы Школьной будет в плиточном исполнении. Площадь парка составляет 0,3 гектара. Новая плитка по улице Красной покроет порядка 1200 квадратных метров. Так как выделенная сумма, в принципе, еще средства старец, было принято решение благоустроить улицу Красную. То есть центр города, как раз часть от существующей площади до конца улицы Школьной. Значит, работы по, так как деньги федеральные, будут пройдены в любом случае до конца этого года. Все средства должны быть освоены. Во всей красоте парк должен раскрыться уже грядущей весной. Аллеи украсит сирень и чубушник, можжевельник и спирея. Рассматривается возможность высадки магнолий и бобовника. Завершая этот проект, управление архитектурой уже думает о дальнейшем благоустройстве территории, прилегающей к парку 40-летия Победы, а также второй части Аллеи Любви. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».